хорошего вина, а больше не дадут. Они ничего не ели. Один из них был опознан рыцарями гарнизона. Ловкий и рябой князь Блаи, известный острослов, очень хороший воин. Он брался под Каркасоном, и многие рыцари запомнили его отвагу и находчивость. Под Тулузой его отряд был полностью уничтожен, ему предложили сдаться, но князь Блаи так яростно размахивал датским топором, что никто не посмел к нему подойти. Он вырвался из окружения и ушел в лес, где и умер от ран, не получив никакой помощи. А здесь он просто садился за стол без шума и шуток, которыми был прославлен. Нет, те, кто там персонажи, они здесь уже... Они и там такие. Да. Но тут просто все прямым текстом рассказывается. Да. И клал перед собой шляпу, как будто она у него вместо тарелки, такую серую, с ленточкой из куньего меха. Другие незнакомцы, скорее всего, тоже были мертвыми. Их узнавали и с ними боялись говорить. Они занимали свободные места за столом и тоже. Кто что перед собой положит, кто ножичек для груш, кто виноградные листья со следом уличчат точные слизи, а кто пустой черепок. Иногда среди живых находился рыцарь, роднёй которого мёртвый был убит или ограблен. Такой человек, конечно, заслуживал козни со стороны мёртвых, а между тем они вели себя мирно. Во время позднего обеда они мерили других, кто с торжеством, кто с мужеством, но все молчали. Мёртвые, правда, смотрелись благороднее и чище. Живые то и дело крестились и не поднимали от еды отяжелевших лиц. Отфруа, который садился рядом со мной, держал на готове широкий кинжал, совершенно бесполезное оружие против тех, кого уже однажды убили. Роберт Санглие советовал всем носить эмулеты от сглазу и порчи, с кусочками мощей и святыми щепочками, хотя у мёртвых все эти вещицы вызывали зевок. А многие даже и не взглянули на ножи и реликвии живых, и всё говорило о том, что цель у них другая, какое-то непонятное любопытство. Или это могла быть жалоба, что их побеспокоили огнём и лопатой, и никто из живых не понимал, чего они так носятся со своими останками, ну ладно бы еретики, а то ведь и христианам как будто у себя не лежалось. Однако и жалоба не высказывалась вслух, а живые не могли поклясться, и живые не могли поклясться, что они отступятся. Однажды там заметили человека. На мёртвых он ни разу не прикрестился, на живых даже не посмотрел. Однако стены замка у окна вызывали у него любопытство, и мёртвые держались с ним на почтительном расстоянии, как будто это были его слуги или сопровождение. Двое незнакомцев, скорее всего, какие-то лучники, указали ему на свободное место за столом. Эти двое вышли, как только он махнул им рукой, а других мёртвых там вечером не было. Тогда же вы и осмелели, стали кашлять, почёсываться, первая шутка, солёная и грубая, прозвучала. «Уж если мне не дадут той толстой колбасы с рыбьими глазками, так хоть ты, негодяй, меня обними!» Неизвестный тоже засмеялся. По этому смеху, тихому, раскатистому, почти неспособному посадить себе на спину эхо, Сенешалю узнал его и вздрогнул. Были времена весёлых войн, когда Юбер, человек с севера, служивший своему господину, приходил в замки вместе с ним, и сеньор Гуальфье де ля Тур обожал песенные турниры с участием этого рыцаря без земли, который, как говорили, никогда не проигрывает, хотя и песни его темные. Сенешаль вспомнил его имя и какой страх оно вызвало у здешних рабочих, когда им приказали засыпать винный погреб. Понятный страх. Одно дело выкапывать мёртвых, другое зарыть живого. Не каждый полюбит дело палача. Вы и есть тот пьянёй?